Больше века за решеткой. Таков суммарный приговор 13 участникам преступной группировки 32-й комплекс. Их признали виновными в изготовлении и распространении синтетических наркотиков, за что лидер группировки получил 15 лет лишения свободы. Остальные сроки поменьше, а в общей сложности они проведут в местах не столь отдаленных 123 года. Стоит отметить, что до приговора их главарь Павел Элькинд по кличке Пахан прямо в зале суда устроил потасовку. Установлено, что действовала банда не только в Набережных Челнах, но также в Москве и Нижнекамске. И задержания сотрудники управления наркоконтроля проводили сразу в трех городах одновременно, чтобы подозреваемые не смогли предупредить об облаве своих подельников. В итоге из оборота изъяли 90 килограммов запрещенных веществ и более 2000 доз курительных смесей. Общая стоимость оценивается почти в треть миллиарда рублей. В результате удалось ликвидировать канал поставки наркотических средств из Москвы в Татарстан, две подпольные нарколаборатории, где в промышленных масштабах изготавливали курительные смеси, а также изъять внушительные партии наркотических средств. Спасибо.